Давайте в честь начала учебного года посмотрим видосы Айтипедии. Студентов, школьников с каждым годом на моём канале всё меньше, они вырастают, но всё ещё эта аудитория одна из самых ключевых на моём канале. Они уходят ко мне. И в честь первого сентября я решил с вами немножечко поговорить, кого-то подбодрить, кого-то смотивировать, заставить не отчаиваться, потому что, я вам честно говорю, я записываю это видео, потому что первое сентября – это дата, которая остаётся глубоким шрамом в моих воспоминаниях. Я презираю этот день. Ненавижу его так же, как и вы, возможно, даже сильнее, потому что я всё ещё его помню. Я помню, как ближе к концу школы преподаватели, родители, многие говорили, что вот, ты будешь скучать по этому беззаботному времени. Это ложь абсолютная по этому времени, как показал опыт. Скучает только нереализовавшийся человек, который не смог реализоваться вне формальной школьной обстановки. Что такое школа? Это формальная модель поведения. Учи, зубри, слушайся, и ты получаешь успех. И если углубиться в корень, то кто в этой формализированной обстановке может быть наиболее успешным? Тот, кто лучше слушается, тот, кто лучше зубрит, тот, кто сильнее подавляет свои хотелки, хотелки погулять, хотелки с учителем не согласиться, ещё с чем-то. То есть наиболее послушный, наиболее терпеливый, короче, терпила. Терпила наиболее в школе успешный. Но на деле реальная жизнь работает совершенно иначе. Успешный тот, кто наименее терпелив, наименее послушен, и наименее находится в рамках каких-то стандартов. Я наконец-то встретил Кибертрак вживую. Он не такой большой, как мне казалось. И он прикольный. Реально, ну шефцов реально больше, чем Кибертрак. Ну тут видно. Он мне нравится. Давайте без философии лишней. Школа действительно остаётся глубочайшим шрамом в истории моей жизни. Это период, когда подавлялся я. Это период, когда ломали мою психику. Это период, когда ломали меня как творческого человека. Я ненавижу это время. Я его просто презираю. Оно не дало мне совершенно ничего, кроме боли, каких-то фантомных шрамов. Омерзительное время. Я его просто ненавижу. Вот я начну немного сдалека. Блин, не знаю. У меня в школе, в принципе, всё было нормально. Я думаю, что большинство тоже. Но как-то презирать проще. Я помню, было заебись, если честно. После школы возвращаешься. Казалось, что школа — это самая максимальная проблема, которая у тебя есть. Переходишь домой, в компик играешь. Вообще было заебись. Жизнь была очень простой, я бы сказал. Ну, это было нормально. Я Алексей Шевцов. У меня три ютуб-канала, два из которых по два миллиона. У меня два твич-канала, телеграм-каналы. У меня свои бизнесы. Джоли Белл я произвожу вещи уже много лет. У меня VPN-сервис, по сути, своя IT-студия. Заслуги школы в этом нет. Я достиг этого не благодаря ней, а вопреки. Потому что школа делала меня человеком, который должен был бояться камеры, должен был бояться высказывать своё мнение, должен был бояться критики. А что про тебя скажут, а что про тебя подумают. Если бы я зарегал канал ещё в школе, меня бы весь класс булил бы, подстёгивал, что, о, ты выглядишь как кретин на видосах, ты какую-то херню несёшь, как тебя вообще смотрят, слушают. Блин, с какими, нахуй, извергами он учился? Я не знаю, типа. Что там за школа такая была? В Суворовском училище, что ли, какого-то был, блядь. Не знаю, но школа хороша хотя бы тем, что там учат, не знаю, считать, грамотно писать, какие-то книжки хотя бы начальные заставляют читать. Я не знаю, школа начальное социальное какое-то общение. Я не знаю, что там за школа, в которой в тебе убивают человека, личность, тебя заставляют быть терпилой. Не, ну если быть терпилой, это, типа, сделать домашнее задание. Не заставляете, типа, ну просто я не помню такой, ну, говорят, что вот это в СЖ в школы, что там, не, были учителя без пизды, которые, там, типа, вот ты неправильно трактуешь вот это вот, там, произведение, надо вот как-то так или что-то подобное, но каких-то особых проблем у меня не было. Я серьезно, весь... Может, в Одессе какие-то реально суровые школы? Так называемый успех, он не благодаря, вопреки школе, потому что все... В каком-то элитном лицее учился. Ну, кстати, вполне возможно, что вот в каких-то лицеях, да. Но в лицее и в Суворовске, и в другие отдают детей, которых родители не любят. Просто реально, отдать ребенка в какой-нибудь лицей, в какую-то элитную закрытую школу, в какую-нибудь еще хуйню, может только родитель, который, ну, пиздец, ненавидит ребенка. Это мое личное мнение, потому что это скорее как... Родитель пытается просто либо избавиться, чтобы, типа, где-то ребенок вообще не мешался, либо родитель думает, что ребенок это, не знаю, там, какой-то проект, в который нужно просто побольше денег вложить, спихнуть его в какую-то хуйню, где им будут заниматься. ...школу я прошел в атмосфере того, что я бесперспективный дебил. Начиная от родителей, заканчивая школьным коллективом, вместе с одноклассниками, преподавателями и так далее. Что я имею в виду? Родители постоянно подшучивали. Да-да-да, а потом еще на 10 миллиардов секций, музыкальную и прочую. Обычно азиатские родители такой хуйню очень жестко страдают. После этого, как правило, у всяких, ну, опять же, может, стереотип, но пацаны азиатские, они своих родителей пиздец ненавидят за эту хуйню потом. А потом такими же становятся. Что из-за своей успеваемости я буду работать на желтом Мерседесе. Это мусорная машина в Одессе. В школе, естественно, буллинг от более успешных в плане оценок одноклассников. Типа, какой тупой, какой тупой. И мне все пророчили, что из-за своей, такая небольшая предыстория, из-за своей любви к технике, мой потолок – это работать продавцом телефонов на радиорынке в Одессе. Иронично то, что канал Айтипедия был начат с того, что я давал инструкцию, как менять стекло на айфоне. Я действительно интересовался телефонами, и вот к чему меня это привело. Я вам очень сильно совру, если скажу, что в школе меня регулярно не посещало желание этим отличникам что-то доказать. Оно было. Я всегда верил, что школа – это просто не мое, что мне надо это дерьмо перетерпеть и заняться чем-то своим. Либо поступить на юрфак. Я чувствовал, что это мое, мне это понравится. Либо создать какой-то свой бизнес, потому что уже тогда я начал заниматься такой небольшой спекуляцией. Я покупал айфоны. Я уверен, Дэдпи был тем, кто булил, поэтому он вспоминает позитивно. Не, нихуя чел. Я был, ну, довольно чувствительным пацаном. Меня обижали, ну, по началке, там, прочее. Но постепенно, типа, нормально все стало. Но я никогда никого не булил особо. Я был, в принципе, очень неконфликтным терпилой. И перепродавал их, анлокнутые, на тогдашнем АУКРО. Такой аукцион раньше был. Школа у меня воспринимается как период систематического подавления, в том числе от учителей. Ну, если вдуматься, насколько же они конченые, ну, не нравится ребенку этот всратый предмет. Они рассказывали, что меня надо сдать в интернат, что от меня должны отказаться родители. То есть там унижения были не в плане оскорблений и так далее, а в плане того, что какой-то, ну, неполноценный, что там у помойки буду и так далее. И у меня реально так в школе это было. Я понимаю, что кто... Просто, как в любой системе, ну, я могу понять, о чем он говорит. Привет, Солик. Как в любой системе, люди, которые работают в школе, и люди, которые учатся в школе, они начинают воспринимать школьную систему как что-то самое важное на свете, как будто за пределами этого ничего нет. Типа, пятерка — это заебись, двойка — это все конец света, тебе пизда, там все такое. Как только ты выходишь из школы, получаешь какую-то самостоятельность, ты понимаешь, какая это все полная хуйня. Ну, вот люди, которые в ней остаются, все эти учителя, прочее. Многие учителя, действительно, они, там, типа, какую-то власть чувствуют, что, типа, вот, ребенок, там, что-то там, он говорит, ну, пожалуйста, давьте двойку, а я тебе поставлю двойку, вот прочее. То есть, да, действительно, в любой системе, что в армии, да, то есть, типа, кто в армии служил, знает, что там, типа, вот, люди, которые там существуют, да, в этой всей системе, они, как бы, это все настолько всерьез воспринимают, как будто вне этого вообще нет никакой жизни. А когда ты выходишь за границу, то понимаешь, это такая вся хуйня была. То же самое со школой, с университетом, вообще с чем угодно. Особенно с рабочими коллективами, в том числе. Вот. Но это не только школы касается, как таковой. Вот с иным характером, чем я. Просто, опять же, нужно, это период жизни, который нужно пережить, и все. Скорее всего, при такой поддержке социальной, я оказался там, где ему и пророчили. Поэтому не благодаря, а вопреки. Определенно точно со школой мне, с одной стороны, не повезло, потому что оказывалось такое давление, с другой стороны, спасибо, повезло, потому что дали мотивацию. Но это потому, что у меня достаточно сильная психика, сильный характер. И у другого, наверное, было бы иначе, в обратную сторону, в худшую сторону. Надеюсь, у вас школа получше. Да. Это момент, микромомент самоотсоса. Но у меня был сильный характер, поэтому я прошел через все это. У другого бы не получилось. Я говорю, ну это уверенность в себе, как бы, ну, хотел бы я иметь такую уверенность. Успеваемость в классе реально у меня была, ну, очень плачевная. Я начну сдалека. Бля, ну, нет, типа, я, на самом деле, ну, как бы, могу даже позавидовать и выдать респект Айтипедии за то, что он выстрелил тогда, когда вот реально не хватало этой хуйни. То есть, чел действительно выстрелил на всех этих консолях, на всей этой игровой тематике очень жестко. Был, как бы, молодым голосом среди всех этих уже, блядь, зажравшихся объебанных журналистов, которые там, блядь, еще с нулевых годов сидели. Он начал там всю эту консольную тему разгонять. И у многих детство связано неразрывно, именно, игровая тематика с Айтипедией. В том числе он пришел в правильное время, был правильным человеком в правильное время. И действительно, у него ебнуло пиздец. То есть, это история успеха, которую повторить абсолютно невозможно. Вот. Но он об этом рассказывает, как будто он, не знаю, Бетховен какой-то, или типа, современный гений, который вот, типа, знаете, в космос полетел, и сейчас рассказывает, типа, вот так вот. Не, но я бы так же делал, наверное. Если бы я добился таких высот, я бы делал так же. Сегодня я живу по принципу, что я трачу время только на две вещи. Первое, на удовольствие, второе, на... Может, когда я вырасту как ютубер когда-нибудь, я тоже буду так, типа, говорить, как будто. Но, опять же, да. Пока что, пока что я не на том уровне. Работок денег. Мне также важно, чтобы удовольствия были полезными. Потому что, ну, у кого-то удовольствие листать... Оказался в нужное время в нужном месте. Марвел Иисус. Не, ну, как... Не, с одной стороны, да, типа, если человек добился ебать, ну, таких высот, да, то есть, он может по приколу купить себе Порш за сто с лишним тысяч долларов, то как бы повыебываться можно с какой-то стороны. Ну, не знаю, я... У меня до сих пор вот есть несамозванцы, это хуйня, я не знаю, как это описать, просто чувство незаслуженности денег и всего, что дает контент-мейкинг в принципе, да, то есть, даже на том уровне, на котором я нахожусь, я думаю, что на уровне Леши это вообще пиздец. Вот. То есть, может, эта хуйня в какой-то момент пропадает, это такой, да, действительно, я сам себя создал, я всего добился, это не просто воля случая, это действительно, типа, все мои труды, но пока что я этого не чувствую. Сами тикток, это очень плохое удовольствие, бессмысленное. К чему я это? Я не люблю терять время зря. Я 11 лет просырал систематически время зря. Если бы 10% от того потраченного времени на изучение нахуй мне не всравшихся, бессектрис, синусов, косинусов, теорема Пифагора, идите вы нахуй за этой сранью, как только в учебнике алгебры появилась первая, ой, в учебнике арифметики появилась первая буква, я сказал, это дерьмо не для меня. Я не хочу... Не, ну, не, ну, ааа, как, как сказать, ну, блядь, ну, уравнение-то надо решать, я не знаю, но это своего рода тренировка для ума, я не знаю, типа, теорема Пифагора, бессектрисы, косинус и синусы, ну, это базовые знания вообще человеческие, то есть, понятное дело, что большинству это не пригодится в их повседневной жизни, но так или иначе, ну, мне кажется, этому нужно обучать, то есть, это базовые математические навыки, то есть, просто если мы начнем отказываться от этого, мы скатимся в то, что уже, блядь, складывать не для всех надо и отнимать не для всех, все-таки какая-то грань была проведена, вот, там уже матрицы нет, все нет, это уже, типа, больше универское, но, я бы сказал, что в универе было больше бесполезного, потому что я был на информационной безопасности, я в душе не ебу, почему у меня была физкультура и история, но вот, биссектрисы, биссектрисы не учил, вот у него рюкзаки кривые, ну, кстати, Келли вроде нравятся рюкзаки, он покупает себе. Хочу пропагандировать, типа, не учите математику, она вам не понадобится, нет, математика нужна, это королева наук, она нужна программистам, инженерам, они зарабатывают сумасшедшие деньги, они сидят в силиконовых долинах, вертят миллионами, потом на этих миллионах вертят. Ну, тут скорее аргумент в том, что не все будут блогерами, скажем так, и кто-то из детей, которые вот все эти дети изучают эти базовые навыки, кому-то из них это пригодится, кому-то нет, но это не повод изначально, ребенок изначально не может решить, что ему конкретно будет нравиться. Я, допустим, в душе не ебу за химию, я в школе очень хуевый, был в химии и биологии, а кто-то врачом стал ебать из моих одноклассников. Да, то есть, но мы все изучали это одинаково, и по сути показывается предрасположенность ребенка, и он сам потом выбирает, на что ему куда поступать. То есть, это как базовые навыки, а потом ты выбираешь, это как в игре, да, тебе дают обучение по разным навыкам, показывают разные профессии, так сказать, типа базовый их уровень, а потом ты выбираешь, в какую уходить уже полностью, в какую ветку прокачки. Тут, мне кажется, это то же самое. Школа — это типа начало, в котором ты пробуешь все подряд, и смотришь, что тебе больше понравится. Вот, то есть, полностью говорить, это все мне нахуй никогда в жизни не пригодится, ну, не все будут блогерами, я бы так сказал. Все-таки, да, то есть, как бы не говорили там про систему образования в России, все же я считаю, что вот изучать — это как минимум стоит, как минимум попробовать. студенток и так далее, неважно. Я сразу понял, я человек с честной самооценкой, я это не потяну, у меня другой склад мышления. Но меня заставляли эту срань учить, вместо того, что у меня получалось лучше всего. Мне нравилась география, мне нравилась история, мне нравились языки и чуть-чуть литература. Но вместо этого четыре урока физики в неделю, вы че, конченые что ли? У меня не физико-математический класс был. Если бы я все это время потратил на что-то более полезное, мне так... Это отвратительно. Это время, когда... Скажу так, я часто тоже рассуждал в свое время, в молодости, про то, что если бы я потратил это время на что-то более полезное, признаем честно, нихуя бы не потратил... Нихуя бы не потратил на что-то более полезное. Не, я помню, как у меня с физикой были проблемы, и отец со мной садился по вечерам перед физикой, мы с ним изучали параграф, он говорил мне, вот изучи, потом приди, объясни мне, как это работает, вот эта формула, вот это вот все. То есть там, не, физика на самом деле довольно важная вещь, хотя бы для миропонимания на каком-то базовом уровне, да, то есть какие-то основные вещи физики, ну, стоит знать, банально в жизни, да, вот, но да, с физикой в школе были большие проблемы, а у кого-то не было, и кто-то с физикой поступал в итоге. У тебя нет работы, у тебя нет обязательств, и так безбожно его всирать! Ужас! Да, если в случае с алгеброй, геометрией и прочими точными науками я четко и справедливо оценил свои собственные способности как нулевые, то с немецким я жестко просчитался, я тоже сдался, я его никогда не учил, хотя он в школе у меня был, я считал, что это дурацкий язык, зачем он мне вообще нужен? Чудовищная ошибка. Самый дорогой язык Европы в том плане, что на нем говорят в самых развитых странах, Германия, Швейцария, Бельгия, чуть-чуть Голландия. Его надо было учить, сейчас уже поздно, да и не особо нужно, если честно. Когда я учился в школе, я не давал иллюзий, что мне хоть сколько-то там нравится, и родители, родственники мне всегда говорили одну и ту же фразу, все через это прошли. И я не воспринимал ее всерьез, потому что мне казалось, что мне это проходить еще так много времени, столько лет. Но все дело в том, что когда ты в этом возрасте, вы запомните мои слова, время тянется гораздо медленнее, потому что ты занимаешься не тем, чем тебе надо, у тебя очень мало забот, и три месяца по ощущениям, как год. Это также ощущается из-за того, что у тебя небогатый опыт, для тебя все в новинку, для тебя каждый день чуть более новый, чем когда ты постарше. Вы поймете потом. Короче, я все это к тому, что этот ад, в котором вы, школьники, сейчас перебываете, оно пройдет. Потерпите, подождите, поступите туда, куда хотите. Вот мы сейчас к этому придем, и настанет период, когда будет гораздо легче. Я когда поступил в университет, я получил офигенное облегчение, потому что я наконец-то мог нормально прогуливать. В школе мне было сложно прогуливать, потому что сразу звонят родителям, сразу санкции, наказания, крики, ругани, угрозы, и вот это все. А в университете я прогуливал сколько я хотел, я понимал, что я могу это отработать, и это было круто. Плюс я, когда поступил в университет, я поспал туда, куда я хотел, и я учил только то, что я хотел. Я не учил математику, я не учил, короче, точечной науки, я учил историю, римское право. У меня была политология, ТГП, теория государства и права, дисциплины, которые, по сути, мне пригождаются по сей день. Поэтому универ мне, в принципе, понравился, несмотря на то, что я его бросил на втором курсе. Тут я аккуратно подвожу к тому, что многие из вас, мои зрители, ебать, NYPD, бля, круто. Наверняка столкнуться с этим, или уже столкнулись, на втором, на третьем, иногда даже на первом курсе, что, кажется, я поступил не туда, куда хотел. У меня был такой однокурсник, очень крутой пацан, который два года отучился на мореходке, понял, что это не его, и поступил на юрфак, отучился и два года понял, что юрфак не его. А как сложилась его судьба дальше, вы не поверите. Он в паблике для пианистов ВКонтакте познакомился с какой-то богатой типухой из Питера и уехал к ней жить, женился, и у них все хорошо. Короче, Альфонс, и я желаю ему успехов, красавец. Итак, ситуация. Ты отучился два-три года в университете и понимаешь, что это не твое, что тебе делать. У тебя есть два выбора. Отучиться оставшийся срок в университете, который ты ненавидишь, чтобы получить диплом, благодаря которому ты сможешь устроиться на работу, которой ты будешь ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Или, скрипя зубами, признав тот факт, что ты по своей тупости, по незнанию поступил туда, куда тебе не надо, и подать документы в тот университет, где тебе понравится учиться. Потому что нет ничего хуже, чем заниматься до конца жизни тем, что ты ненавидишь. Дело даже не в том, что ты просто морально будешь постоянно подавлен. Ты успехов никаких не достигнешь. Потому что достигнуть успеха можно только в той сфере, где ты будешь совершенствоваться каждый божий день. Где ты будешь читать новую информацию, где ты будешь встречаться с новыми людьми из этой сферы, узнавать что-то новое. Только так. Только так. Когда ты будешь прям бредить своей работой. А если ты ее ненавидишь, если ты будешь ждать, вот скорее бы работа закончилась, чтобы побежать домой, ты будешь получать не то чтобы сильно хорошие деньги за это. Поэтому да, иногда очень важно пожертвовать небольшим прошлым, чтобы не портить все оставшееся будущее. Как вы поняли? Я бы согласился, если бы, ну, по крайней мере, в России над тобой не висел Дамоклов меч из-за того, что ой, ты решил другой универ выбрать? А твоя отсрочка от армии-то аннулируется, она всего на 4 года. Типа, хуй тебе в рот. Вот, то есть девчонкам в этом плане проще, пацанам из армейки, блять, пиздец очень сложен. Я вообще не понимаю эту хуйню, но то есть да, пацанам в этом плане сложно. Это на самом деле сложная хуйня, когда пацан еще не имеет по закону права купить себе банку пива, но при этом должен выбирать универ, в котором он проведет ближайшие 4-5 лет, должен выбирать себе будущую профессию, хотя он только из школы выпустился, и он знает, что если вот он прямо сейчас не выберет, вот прямо вот за это лето, которое вот он только вот выпустился из школы, если ты, сука, не выберешь, ты пойдешь в армию, это огромное нахуй давление, это пиздец какое большое давление, с которым столкнулся я в какой-то момент в своей жизни, ну, то есть ты, если ты, сука, не выберешь себе универ, то тебе придется идти в армию, и поэтому ты там такой, я выбрал то, что звучало прикольно, информационная безопасность, по итогу ни разу не пригодилась, и не особо там меня обучали, не знаю, странная хуйня, я вообще, в принципе, саму тему высшего образования до сих пор не понимаю, возможно, есть действительно учебные заведения, где учат тому, что понадобится по настоящей профессии, но, по крайней мере, меня этому не учили. На удивление, с университетом у меня воспоминания достаточно позитивные, мне казалось, что я реально буду юристом, я чувствовал, что это мое, бракоразводные процессы, адвокат по этим делам, бездонная яма, ничто в этом мире так нестабильно, как любовь, и на этом можно было зарабатывать очень хорошие деньги, но в какой-то момент я понял, что YouTube мне нравится больше. Я чувствовал, что именно вот это мое призвание, а не копаться в килотоннах документов, потому что юриспруденция такая романтичная, галстуки. Ну, только медицинские, наверное, в этом плане. Да, медицинские, но это пиздецкая каторга. Линкольны, адвокаты, это все кино. В реальности ты перечитываешь миллионы кодексов, каких-то постановлений, это килограммы бумаги, это постоянно подхалимство, лизоблюдство, это надо улыбаться, когда ты не хочешь этого делать. Я очень искренний человек, и не хочу улыбаться тем людям, которых я ненавижу, я не хочу с ними в принципе общаться. Если я иду на какое-то мероприятие и узнаю, что там будет блогер, которого я терпеть не могу, я туда просто не приду. А вся юриспруденция построена. Представьте, есть параллельная вселенная, в которой Шевцов, это буквально Сол Гудман, такой, типа, приходит в зал заседаний, начинает там затирать, мой клиент не виноват. Пока не доказано, не ебешь, что сказано. На том, что тебе надо ходить туда, где ты ненавидишь всех, а не кого-то конкретного. В отличие от школы, университета, это супер-мега важно. В моем случае, по сути, благодаря не сколько университету, сколько благодаря знакомствам, которые я приобрел в университете, я появился на Ютубе, потому что чувак, с которым я хорошо общался, он мне предложил изначально вести на Ютубе канал про новости Одессы. Я понял, что такой себе формат, особо не помасштабируешь, но я, в принципе, заинтересовался идеей вести свой канал. Знаете вообще, почему западные университеты стоят так дорого? Десятки тысяч долларов в год люди отдают за своих детей, чтобы они учились в каком-то... Я не говорю про Оксфорд и Гарвард, это уже совсем высшая лига, просто про какие-то западные университеты там в Англии, в Германии, еще где-то. Бля, вот, типа, ноль негатива, но вот я, да, я бездарно съебанная, у меня получилось залететь в какой-то успех только из-за того, что я в игры играл всю жизнь и из-за того, что у меня голос какой-то выработался за время, которое пробухивался, прокурился в универе, и у меня получилось как-то вот про игры там рассказывать, какой-то YouTube канал, залетел в нужное время там консольных войн, что-то на этом сделал, потом как-то, как-то, как-то все дальше, то есть я бы в своей жизни никогда не встал в позу и не начал рассказывать, в какие универы людям нужно поступать, как им свою жизнь строить, потому что, я извиняюсь, я неудачник, типа, неудачник в плане учебы и прочего, я не смог найти себе нормальную, стабильную работу с полноценным заработком, я безработная чмоха, поэтому я вообще не могу рассуждать об этом, не, в принципе, делиться своим опытом нормально, но просто, я в душе не ебу, как добиваться успеха в реальной жизни, на самом деле, вот в плане работы и прочего, потому что я никогда этого не делал, поэтому, не знаю, решайте сами, никого не слушайте. Потому что ты по окончании универа приобретаешь знакомство, с которыми ты будешь потом всю жизнь, либо работать... Не, Шевцов тоже старался, когда, ну, не, Шевцов свою нишу он выгрыз, и он в этом очень успешен был. То есть, то, что Шевцов сделал с русским игровым комьюнити, можно как угодно к нему относиться, но он в нем стал одним из самых важных людей до сих пор, да, то есть, до сих пор его постоянно вспоминают, хотя он по играм уже очень мало чего делает. Он выгрыз себе нишу в нужный момент, и, по сути, стал над Логвиновым и вообще всеми игровыми журналистами, то есть, блядь, шутки про то, что так Айтипедия сказала, это они сейчас, шутки, тогда, блядь, не ироничные люди так говорили. Такого добиться, ну, блядь, стоило довольно немаленьких усилий, да, то есть, опять же, нужный человек в нужном месте смог продвинуться, поэтому я не считаю, что я чем-то отличаюсь в этом плане. Либо, там, делать какой-то бизнес, это связи. Университет, это настоящая фабрика связей, поэтому, когда вы поступаете в университет, там, планируете, думайте об этом, чтобы заплатить больше, но твое окружение было качественнее, потому что, в конечном счете, твое окружение будет формировать тебя, твои привычки, твои интересы. Опять же, примеры из высшей лиги, но многие биг-тек-компании транснациональны... А выбор из первого-второго колл-стила не переносится в третий щелл. Создавались студентами американских вузов, которые с друг другом кинтовались, много общались, делились идеями, мотивировали друг друга, а не просто занимались гульками, посиделками и так далее, поэтому это тоже важно учитывать. Поэтому, да, господа, если вы родители, а у меня таких зрителей уже очень много, правда, это молодые родители. ПК-эмулятор DuckStation, это эмулятор PS1. Не скупитесь на университет, на высшее образование, своему ребенку. Да, вы можете найти какой-нибудь бесплатный вуз, но и аудитория там будет бесплатная. Для американцев это нормально брать кредиты на образование, и многие у нас критикуют, ооо, они целых пять лет потом отрабатывают свой диплом. Да, потому что они получают корочку, которая что-то стоит. Они находят работу, где платят деньги, а не пособие. Потому что высшее образование они воспринимают как инвестицию. Именно так это и надо воспринимать. Не, ну, блядь, я бы не сравнивал, нахуй, американские колледжи и русские университеты. Не, может быть, высшая школа экономики и какой-нибудь МГУ действительно что-то зарешают, но все остальное вообще нет, нахуй. Ну, может, Бауманка и еще что-нибудь, но в остальном нет, нихуя. То есть, и при этом, если пиздюк, ну, не потащит, то ты просто деньги проебал. Не знаю, мне кажется, что либо поступление на бюджет, либо пиздюка в армию отправлять. Типа, нахуй, платить за вуз, блядь. Я просто думаю, что есть люди, которые со мной были на потоке, они, нахуй, платили за образование в моем университете. Я думаю, ебать, это деньги нахуй просто выброшены в мусорку. А в инвестицию можно вложиться, вложить много денег, оно потом... Я там хуи пинал, а какой-то чел даже умнее, чем я, просто потому, что мест не осталось, он пошел за, по-моему, 200 тысяч за семестр. Короче, господа, как вы поняли, я в Нью-Йорке, вас, конечно же, ждет отсюда еще одно видео. В заключении я хочу сказать, что не буду вам желать успешного начала учебного года, вы его терпеть не можете, я это знаю. Я вам лишь пожелаю сил, терпения. Это пройдет. Ну, в принципе, хорошие видео, много, что можно обсудить.